Опять же, надо же понимать, что когда мы станем членом НАТО, не нас же будет защищать НАТО, а мы станем НАТО. Алексей, тогда расскажите, что говорят те, кто не хочет, что они говорят? Какие контрарументы говорят? Так, тут же надо заходить от корня тогда. Проблема же не в всяких Венгриях, проблема в Соединенных Штатах. Мы убедились за время этого контрнаступления в очень важные вещи. Американцы проводят москвоцентричную политику. Местами они проводят москвофильскую политику, судя по тому, что они пишут и говорят. И не даром дипломаты в кулуарах. Вы говорите американцев, а не имеете в виду Байдена? Нет, я имею в виду коллективное военно-политическое руководство американское. В лице разных людей. Бернс, например, с москвичами общаются чаще, говорят, чем с нами. Ну и совет международных отношений. И много чего там у них существует. Комиссия по климату, где они консультируются отдельно и прочее. Когда американцы выстраивают мир и безопасность в Европе, единственная артикулированная их цель, внятная в настоящий момент, у нас же много людей верит в план какой-то, план, который обязательно по переустройству мира и так далее. Единственная артикулированная цель сейчас, из которой действуют американцы, европейцы и НАТО, это недопущение второй войны в Европе. Это главная цель, которая масштабная, которую они себе поставили. И у них, по сути, дискуссия идет. Принятие Украины в НАТО – это лучше будет недопущение большой войны в Европе? Или непринятие Украины в НАТО – лучше, более лучший путь недопущения войны в Европу? Слава Богу, большинство из них считает, что принятие – это лучше. Но опять же, вопрос принятия как? В границе 1991 года? Ну, вот сейчас мы ставим вопрос с вами, не политический. Я не про то, большинство за или большинство против. Я интересуюсь контраргументами тех, кто против. Вот те, кто говорит, что это не. Ну, так они говорят то же самое, что вы говорите, что придется же воевать со страшной Россией, там ужасно и так далее. То есть, они про это говорят? Они про это говорят, конечно, да. Так. Но общий консенсус там в пользу принятия. Вопрос, в каких контурах принимать Украину? Потому что вот мы сейчас решали задачу, не секрет же, что вся эта история с контрнаступлением, это не утверждение, а предположение, было рассчитано так, чтобы мы к саммиту НАТО показали блестящие результаты прорыва, там взяты Белитополь и так далее. Так вот оно примерно, да? Ну, что-то надо было демонстрировать. Речь шла о том, что мы дадим значительные результаты, какие бы они ни были. Мы не дали этих результатов. Когда стали разбираться, причины две основные. Первое, это то, что они дали 9 месяцев закапываться, россиянам и минировать. 9 месяцев. Они могли 19 полос накопать, если бы они не воровали россияне, как обычно, и делали все нормально. А кроме того, они не дали нам вооружение, которое, согласно всем НАТОским воззрениям и доктринам, нужно для прорыва долговременной обороны. То есть, авиацию, дальнобойные ракеты. Вот, посмотрите. И мы прорываем эту полосу, мы выполняем задачи, вопреки всей военной науке.